всем привет работа полным ходом да еще у нас окна меняют нужно готовить школу к новому сезону эти пока еще не поменяли но сейчас решил снять ролик потому что очень скоро здесь будет также грязно как там о чем хочу сегодня рассказать сейчас покажу давно собирался сделать шоу на сверлильный станок все не доходили руки ну как обычно появилась задача быстренько и руки дошли сегодня с утра занимался столом линейка задача вот она к нужно сделать 30 вот таких вот рек с отверстиями поэтому на скорую руку сделал столик сделал линейку можно было конечно это сделать проще просто приметить столики к нему там прикрутить струбцинами упор но я же не могу так чтобы для себя любимого да не повыделываться у меня с быстрой фиксацией как это все устроено устроено очень просто здесь идет упор а здесь вот идет подвижная внутри пружина это резина наклеена и сделал еще вот такой хитрый барашек сначала взял обычный барашек но малюсенький грани острая режет пальцы поэтому из пластины вырезал вот такую штучку нагрел свернул и винтом от воронил ну зато теперь удобно работать конечно такой примитивный стол не ровня тем столом что были у меня на станках здесь нет и образных поток от оснастку но даже вот такая вот совсем примитивная конструкция позволяет выставить деталь двух координатах зафиксировал линейку и поставил упор упор у меня просто кусочек без по здесь нашлачка наклеена из поставил прищепка и реструкции напряжал и уже можно сверлить в размер почему я сделал такую фиксацию а не стал повторять ту систему которая у меня была двумя болтами системы с двумя болтами есть один очень существенный недостаток от которого я хотел отказаться еще на своем первом столе недостаток том что во первых нужно крутить два болта а во-вторых перемещая линейку которая не имеет упора ее нужно выставлять по перпендикулярности я приложу ссылку на видео слой линей там все очень четко видно она смещается конечно некоторых ситуациях это удобно так как у меня в мастерской станки стояли рядом и когда приходилось сверлить длинные детали чтобы деталь не упиралась другой станок я немножко смещал линейку но хотя последнее время я просто разворачивал станок но все равно чем крутить два барашка гораздо лучше крутить один ну а может в перспективе сюда эксцентрик сделаю поэтому кто захочет повторить столик то я рекомендую именно вот такую конструкцию такая же конструкция работает у меня на циркулярки правда там эксцентрик и такую же конструкцию я сейчас делаю на фрезерный стол скорее всего тоже буду оснащать эксцентриком посмотрим по работе единственное что вот эту прижимную планку желательно делать таким образом чтобы фиксатор с левой стороны была возможность ставить на вылет вот здесь для чего это нужно если нужно сверлить по упорам большой длинномер то с этой стороны крепится дополнительная линейка на него крепится удлинитель основной линейки ну и тогда упор ставится еще дальше с левой стороны у меня такой возможности пока нет ну если будут такие задачи то я переделали не были поставлю что-то временное в общем вот такое вот усовершенствование половину работы я уже сделал теперь нужно еще сделать упор глубины сверления но об этом я подумаю немного позже так что вот такая вот работа меня на сегодня тому что не ясно какие есть вопросы задавайте пишите по возможности постараюсь максимально понятно ответить пишите комментарии делитесь видео ну вы знаете и очередной раз хочу поблагодарить тех кто помогает моему канал пару дней назад мне привезли очередные подарки мне привезли немножко ясеневые доски и теперь у меня есть тоже возможность делать какие-то изделия из ценных пород за что огромное спасибо но на этом на сегодня все всем пока